Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Сегодня предлагаю поговорить на очень интересную тему, ну, по крайней мере, на ту тему, которая заинтересует многих жителей нашего города. Говорим сегодня о братьях наших меньших – уши, лапы и хвост. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Работаем мы, как всегда, в прямом эфире 202.11.22. Задавайте свои вопросы, звоните, высказывайте свое мнение. Я думаю, сегодня вопросы будут, потому что будем говорить мы о таком интересном действии, как грумер. У нас сегодня профессиональный грумер, директор салона «Артекс» Любовь Викторовна Исхакова. Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте! Ну, у нас еще бегают тут прелестные, замечательные песики. Представьте, пожалуйста, кто с вами сегодня пришел? С нами пришли два пуделя и один бешон. Это все мои собачки. Тася, Тася, иди сюда, покажи себе. Какие красавицы! Я думаю, вы уже успели оценить. Вот, в принципе, заслуга груминга именно это все. Ну, заслуга, наверное, ухода, ежедневного ухода и тщательного груминга, действительно. Ну, скажите, пожалуйста, наверное, первый вопрос будет логичный. Кто такой грумер? Чем он занимается? Расскажите нам, поведайте. Грумер – это человек, прежде всего, который ухаживает за животным, умеет чистить ушки, чистить глазки, знает, как подстричь, расчесать правильно. Но современный грумер, я считаю, что это не только человек, который стрижет собачек, не парикмахер для животных, но и психолог, который может угадать интуитивно, какая стрижка нужна тому или иному клиенту. Ну, и кроме того, еще и зоопсихолог, который может найти контакт с любой, даже самопривередливой собачкой. Ну, конечно, потому что у каждой есть характер, у каждой есть какие-то свои нюансы. Ну, тут, наверное, больше не характер, а возможность у человека, у грумер, идеальный грумер – это тот человек, который покажет, объяснит собаке, что груминг – это не страшно. В основном собаки приходят со страхом к грумеру, поэтому идеальный грумер, если у собачка расслабится в его руках и доверится ему. Хорошо. Ну, вот такой вопрос, собственно говоря, вытекает. А возможно ли ухаживать за собакой профессионально настолько в домашних условиях? То есть может ли человек сам, хозяин, заниматься грумингом у себя дома? Я считаю, что грумингом может каждый владелец заниматься у себя дома. Каждый владелец может помыть и расчитать свою собаку. Но обращаются к грумеру… Обратите ли этого вот тогда? Ну, посмотрите. То есть сколько я вот работаю, обращаются люди по двум причинам. Либо они не умеют контактировать с собакой, то есть не умеют найти контакт именно во время этих процедур. Либо они не умеют также ровно и красиво подстричь собачку. Вот всего две причины. В основном это, конечно же, контакт. Проблемы в контакте. Что ж, я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, телефон нашей студии. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Быть может, вы хотите восторженный какое-то свое мнение высказать по поводу прелестных этих собачек, которые сегодня пришли к нам в гости в эфир. Я же хочу спросить такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие-то ошибки допускаются в ежедневном уходе, я имею в виду в мытье, но не в ежедневном, ясное дело, в таком обывательском уходе за собаками. Не знаю, что можно допустить? Какую ошибку, когда моешь собаку? Ну, основная ошибка это в том, что люди моют шампунью и не используют кондиционер. Все-таки, да, ну, бывает, что даже человеческий шампунь используют в вытье. Я не скрываю, что человеческий шампунь может подойти к собаке, но не весь, не каждый, и иногда может он вызвать зуд, перхоть, образование колтунов. То есть это все склонность к образованию колтунов, и все это мешает в уходе за животным. А в основном я все-таки призываю всех клиентов, всех людей мыть не только шампунь, но и использовать кондиционер-ополаскиватель. Именно он увлажняет, питает, колтуны распутывает, помогает расчесать шерсть животного. То есть некоторые ошибки есть, которые все-таки стоят? Это в основном просто покупайте кондиционер, пожалуйста, в пару шампуней. Ну и не пользуйтесь все-таки человеческим шампунем для людей. Шампунем, да, то есть это все-таки не гарантия того, что собачка потом не будет чесаться, получит сухость кожи. Ну немножечко о собаках поговорили, да, действительно за ними нужен большой уход, действительно, чтобы шерсть не сваливалась, чтобы была блестящая и красивая. Кошки. Но мне кажется, это такие существа, которые и так умеют за собой ухаживать, которые любят чистоту, порядок во всем. Нужно ли за ними ухаживать? Нужно ли их стричь? Ну, стричь, как оказалось, нужно. Еще лет 10 назад люди приглашали кошек стричь, которые уже давно скатались в колтуны, свалялись. Есть такая порода, как персидская кошка, у нее нет возможности вычесать, вылизать всю шерсть, весь объем той шерсти, который дан этой породе. В основном это удаление колтунов было. На данный момент я вижу, что приглашают даже корткошерстных кошек стричь. Например, британцы, они очень модная порода сегодня, и с них очень много шерсти в доме находится. То есть стрижка кошки сегодня, это прежде всего гигиена дома, чтобы шерсти не было в доме. Это не столько для эстетики кошки, не столько для красоты, сколько для практичности, удобства существования с кошкой дома. У нас есть несколько фотографий, я предлагаю посмотреть их, посмотреть, какие же работы можно сделать, как же можно привести своего питомца в порядок. Так вот, пожалуйста, просто шерсть лоснится на зависть многим, думаю, девушкам вообще, потому что действительно очень блестящая, красивая, здоровая шерсть. Йорки, мне кажется, они очень популярные собаки, и за ними действительно хочется ухаживать, потому что много полета для фантазии. Пока наши телезрители смотрят фотографии, я, наверное, обращусь к вам с таким вопросом. А вот все-таки груминг и стрижка, одно ли это тоже именно у кошек? Либо это разные вещи, которые не нужно путать? Ну, у кошек, груминг кошек, это для людей, которые занимаются выставками, груминг кошек, это все-таки направление на эстетику кошки, на то, чтобы показать кошку во всей ее красе, в природном ее обличье. Это мытье, уплатка, высушивание феном, это расчесывание, это придание объема шерсти. А стрижка – это гигиеническая процедура. То есть все равно вещи близки, но… Близки, но диаметрально противоположные, мне кажется. То есть не столько красота нужна в стрижке, сколько практичность. В груминге же, наоборот, там, конечно же, красота на первом месте. Ну вот мы уже немножечко успели сказать, что действительно грумер – это тот человек, который понимает, наверное, язык животного, да. И вот возникает такой вопрос, как же найти своего грумера, как же понять, что этот профессионал устраивает твоего питомца или не устраивает? Или, может быть, наоборот, как именно понять, что устраивает хозяина? Ну, тут, наверное, хозяина, скорее всего, надо искать и ориентироваться, конечно же, хозяину на грумера. То есть в первую очередь надо человеческий контакт, то есть найти в общении, пообщаться с ним. А грумер все-таки человек… там сразу видно даже при встрече, как человек общается с собакой, как он рассказывает, знает ли суть процесса. То есть, конечно, поспрашивать, задавать множество вопросов. И после стрижки, если вас устраивает превосходный вид вашей собаки, если вас устраивает общение с клиентом, ну, почему бы нет? То есть, конечно, это… ну, и потом все познается в сравнении. Вы можете попробовать разных грумеров и найти своего. У каждого клиента есть свой грумер и наоборот. Ну, то есть все равно, когда находятся, мне кажется, уже, знаете, держатся друг за дружку. Держатся друг за дружку просто потому, что у каждого человека есть свои приоритеты. Кому-то важно общение, кому-то важно ремонт в салоне, кому-то важно профессиональная стрижка. Это вот приоритеты разные у людей совершенно. Любовь. Ну, вот лето закончилось, да, действительно, такая жаркая пора, наверное, позади. И вот для многих обывателей стрижка собак, она все-таки именно связана с именно погодой. То, что когда действительно тепло, надо подстричь, чтобы не было жарко и так далее. А вот все-таки как часто надо стричь собаку? Правда ли это вот такое обывательское мнение, либо ошибочное? Раньше стригли собачек в основном даже не летом, а осенью и весной, когда слякоть, грязь, когда грязь заносится в дом, когда чувствуется, что это приносит, ну, тягость, большое количество шерсти – это в тягость. И в основном стригли, да, два раза в год. Сейчас же культура содержания животных настолько повышена, что раз в два месяца – это обычное состояние хозяина. И хозяин уже не может смотреть на собачку, когда она уже обросла и потеряла форму. Мне кажется, они уже даже могут подстригать под Новый год, например, под день рождения собачки. Елочку какую-нибудь вырезать. Да, перед выходом в ресторан, в свет. Ну, вот так сейчас обносятся к людям уже, как к своему члену семьи, действительно, и следят за этим. Все-таки животное домашнее питомец – это как часть имиджа, это часть своей истории. Это вот здорово. При том, что это самые преданные и верные друзья, вот немножечко расскажу, что за эфиром вот эти три очаровательные девушки просто-напросто не отходили от любви. Не на шаг. Действительно, было очень интересно наблюдать за этой дружбой, за этой любовью. Ну, это действительно прекрасно. Если вы найдете своего питомца, своего друга, я думаю, это будет очень-очень хорошо и замечательно. Что ж, а вот такой вопрос. Присутствует ли хозяева на стрижке собак, да? Или все-таки как-то не нужно это? Не знаю, любите ли вы как профессионал, чтобы присутствовали, смотрели, наблюдали? Мне, ну, смотрите, то есть если хозяин просит присутствовать на стрижке, я не запрещаю этого. То есть я говорю, да, присутствуйте, но у меня свои правила. То есть я привыкла работать одна. Мне проще настроить контакт с собакой, чем контактировать с собакой, с вами, с вами с собакой. Это теряется, внимание теряется даже. И я прошу хозяина просто не вмешиваться в стрижку. Вы можете наблюдателем быть, но никак не участником. Потому что это проще диалог вести с одним человеком, чем с двумя, которые еще разговаривают в разнобой. И если человек это выносит, потому что я настраиваю, опять же, хозяина, идет провокация от собачек, то есть они начинают жаловаться, они начинают убегать, пытаются там огрызнуться, зарычать. Если хозяин не реагирует на эти провокации и как бы индифферентно относится к этому, то вполне человек может продержаться до конца стрижки. Если же не получается, то получится так, что он не мешает просто. Все время вмешивается, вмешивается. И как-то это получается, что собачка ведет стрижку. То есть лучше довериться профессионалу, отдать в руки профессионалу? Ну, профессионалу проще. Просто проще сделать эту задачу, быстрее, проще сконцентрироваться на одном деле, чем на несколько дел одновременно. Мне так мило уснули у нас в студии под наш разговор, что же замечательно. А вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки есть ли какие-то стандарты стрижек для разных пород? Либо приходят хозяева и сами говорят, вот хочу, не знаю, что-нибудь такое. Вот здесь вот лысенькое, здесь вот наоборот пушистое. Или как-то сами вот подсказываете, как вообще происходит этот процесс? Ну, есть у каждой породы свой стандарт, породный стандарт. В салоне же все-таки, наверное, свои какие-то стандарты уже выработались. Хотя это, например, ерширские терьеры. Я считаю, что это уже стандартную стрижку все заказывают. То есть побрить под машинку корпус, оставить штанишки, кругленько голову. И очень сложно уговорить клиента на какой-то креатив. Потому что это все-таки что-то неожиданное, что-то новое. Но креатив возможен, почему бы нет. Вот, например, бишон, он пострижен не по породе. У него должна быть круглая голова, большой загривок, длинный вьющийся хвост. Но я считаю, что... Ну, захотела посмотреть, как у него обновится шерсть. Постригла. Ну, такой плюшевый мишка получился, на самом деле. То есть все равно это как-то очень индивидуально. Это да, индивидуально. В этом и состоит сложность грумера, что угадать пожелания клиента. Потому что часто приходят клиенты и сами не знают, чего они хотят. Любовь, хочется поговорить о мифах, которые связаны со стрижкой собак, кошек. Ну, к примеру, вот, наверное, многие хозяева думают, что нельзя мыть собаку более одного раза в два месяца, там, в месяц, в три месяца даже некоторые. Правда это или нет? Ну, это идет из советского прошлого, когда все люди мыли либо мылом, либо человеческим шампунем и не использовали кондиционер. Сейчас множество косметических средств, профессиональных. То есть если мы используем профессиональные шампуни специально для собак, кондиционеры, расчесываем и сушим, то я своих собачек мыю раз в неделю, я дальше уже не могу. Мне они кажутся уже грязными. Можно и нужно мыть раз в неделю, я считаю. Ну, если правильно, опять же. Такой есть миф, то, что кошкам, да и собакам нельзя стригать усы, и вообще моську надо аккуратненько. Ну, если подстричь усы, они вырастают. Они старые уходят, новые вырастают. То есть это не так страшно на самом деле, да? Многие люди считают, что они потеряют нюх. Все-таки усы, я считаю, что это орган осязания, а не обоняния. То есть за обоняние отвечает слизистая носа. А усы – это орган осязания, это помогает кошке, например, охотиться за мышкой. Но в квартирных условиях редко кошки охотятся, редко кошки гуляют вообще по ночам. Это необходимо действительно на охоте. Если у вас деревенская кошка, охотится каждый день на мышь, да, ей стрищ усы нежелательно. Любой другой пародии это не так страшно. За игрушкой она с охотятся и так? За игрушкой она найдет, у нее зрительный эффект есть, да. Такой миф, не знаю, может быть, правда, то, что если вода попадает в глаза, в уши, то сразу появляется воспаление, и вот этого боятся, и поэтому нечасто применяют. Ну вот я работаю достаточно много лет с собаками, и мою их, и я не скрою, вода попадает и в глаза, и в уши, и, ну, я смываю. Если вижу, что раздражение идет на хлорку, например, да, в глаз, то я промываю лосьоном для глаз. Если я вижу, что в уши попала вода, я просто не выпускаю собаку на улицу, на сквозняк влажную. То есть обязательно надо просушить. Надо бояться не попадания воды, а надо бояться влажной собаки на сквозняке. Вот из-за этого может... То есть, опять же, это полумиф, полуправда, но... Как бы, да, то есть надо в нюансах очень тонко разбираться. То есть если не просушенную собаку отпустить на улицу, конечно, она очень простынет. Если же попадет вода, и мы просушим, это не страшно, ничем не чревато. Такой вопрос, что некоторые собаки, точнее миф, правда, некоторые собаки, на счастье хозяевам своим, не линяют, не сталкиваются хозяева с такой проблемой, как линька у животных, и не видят волос. Вот правда ли это? Это тоже полумиф, полуправда, на самом деле. То есть вот, пожалуйста, вам типичные представители нелиняющих пород, да? Но на самом деле волос, он всегда созревает, есть фаза отмирания, да? То есть он линяет. Просто с курчавой шерсти они не падают, они в доме не сыплются. И если линька происходит на собаке, за ней не ухаживать, они скатываются в колтуны. Ну представьте, вы наверняка видели когда-нибудь пыль в колтунах на улице. То есть это линяющая, вот она линька как раз произошла на пуделе, на самой собаке. Надо просто вовремя счёсывать линяющий волос. Что ж, спасибо большое, что ответили на интересующие вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, что все контакты, вы видите на своём экране, могли наблюдать. Поэтому, если хотите обратиться за помощью профессионалу, пожалуйста, вас ждут. Что ж, у нас следующая часть программы будет посвящена животным. Тоже, конечно же, но только не совсем домашним. Что ж, приют домашних бездомных, домашних животных у нас в следующей части программы. Смотрим сюжет, возвращаемся в студию. Таким звонким лаем нас встречали жители приюта Хати. Гостям, что скрывать, они были рады. Камер не избегали. Наоборот, каждый будто приглашал заглянуть в свой вольер. Территория приюта разбита на несколько участков. В вольерах бегают взрослые собаки. Маленькие щенки живут под крышей. А кошек держат в помещении. Это вот наш киоск, который мы строили всё лето. Начиная с ранней весны. Обнимались отделкой. Сейчас сюда подселили кошечек, которые уже привиты, простерилизованы. Ждут своих хозяев. Познакомьтесь нас с ней. Так, это наша смородинка. Вот она тоже после стерилизации уже, что можно сказать, что под расстраивание. Первую прививочку сделали. Это Акинхей. Замечательная, очень ласковая кошечка. А смородинка у нас, её все зовут Кончита Вурс. С Евровидения, бородатая женщина. Она очень ласковая кошечка. Это персик. Вот эту любвеобильную малышку приют подкинули буквально неделю назад. Сотрудники приюта пока имя ей не придумали. Надеются, что подходящую кличку ей дадут уже дома. А пока малышка беззаботно бегает и играет с кошками. В приюте редко животные бронятся. Характер здесь другой. Они добры, сдержаны и лишь слегка боятся быть вновь обижены людьми. А вот ещё один кошкин дом. Точнее, квартира. Рыжий, чёрный, белый, усатый и полосатый живут все вместе. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Да только дома-то лучше. Здесь вот кошечка дожидается на стерилизацию. Эти котята у нас на прививочке. Это вот персидский котик новый. Нашли его на Старозагоре, причине снова вокзальной. Хозяйку выбросила из дома. У каждого история не лучше. К примеру, кошка, так спокойно сидящая у меня на руках, была близка к счастью два раза. Но в итоге вновь оказалась в приюте. В первой семье у хозяев началась аллергия. Вторые же уехали из города, не взяв злату с собой. А эти котята подкидыши. Их принесли в коробки и оставили у дверей приюта. Породистые и не очень. Взрослые и совсем ещё дети. Сотрудники хати уверены, что для каждого хозяина здесь найдётся друг по душе. Знакомьтесь, это касатка. Она появилась в приюте ранней весной. Как известно, трёхцветные кошки приносят счастье. Возьмите счастье в ваш дом. Собачки у нас в основном все сидят по вольерам. Бегают по территории только избранные наши охранники. Здесь у нас вольер для самых взрослых собак. Здесь от полутора лет и старше. Здесь у нас вольер с самыми миролюбивыми собачками. Стрелка. Марта, идите сюда. Алиса. Алиса, Джулия, Тоня и Стрелка. Они живут большой дружной семьёй. Эти псы помладше. Им предположительно не более двух лет. Белую собаку с чёрными пятнышками на морде зовут Белла. Нашли её на рынке. Пока она боится резких движений и шума. Видимо, не может до конца поверить, что она в безопасности. Здесь живёт наша хаски-команда. Ханка – это выбраковка с питомника и все её дети. Она к нам поступила в положение. Мы их уже не пристраиваем. Они у нас живут постоянно, ходят в упряжке. Зимой будем катать детишек. А этот вольер в приюте ласково называют детский сад. Эти щенки, словно маленькие дети, особо хотят внимания и заботы. Я решила это внимание им уделить. В ответ получила десятки поцелуев благодарности. Вот в эту обаятельную девушку я влюбилась практически с первого раза. Зовут её Маниса. От своих сородичей она отличается, конечно, невероятно большими и выразительными ушами. Она очень добрая, ласковая и ищет таких же хозяев. О каждом питомце рассказать невозможно. Уж слишком в приюте-хате их много. У каждого здесь свой характер и своя судьба. Но всех их объединяет одно – желание найти любящего хозяина. Понятно, что не всякий сможет взять питомца к себе, но помочь сможет каждый. Кто-то материально, а кто-то просто став волонтёром. Ведь самое главное, что необходимо этим животным – почувствовать любовь человека. Действительно, я, когда побывала в этом приюте, подумала, что хочется взять собак, наверное, всех-всех-всех и кошек всех к себе. Но это, к сожалению, невозможно, но помочь действительно можно. Что ж, я передаю слово, наверное, представляю гостей наших. Итак, знакомьтесь, это у нас Татьяна Чернышова, учредитель приюта, хотя один из учредителей. И Ольга Лисова, она у нас хозяйка прекрасной Альфы. Альфа как раз жила у нас какое-то время в приюте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, разрешите мне ещё представить вот этого замечательного мальчика нашего. Это у нас дружок, правильно? Татьяна, расскажите немножечко о нём подробнее. Кто это? Как он к вам попал? Дружок попал к нам в приют уже больше года назад. Он проходил лечение после аварии, попал под машину, долго пытались спасти ему лапку, но, к сожалению, не удалось. Но, тем не менее, он у нас душа парень, он очень активно себя ведёт, дружит со всеми собаками и считает себя большим начальником в вольере. Слушайте, ну это действительно правда, подтверждаю слова, потому что, видя его в вольере, в приюте, действительно, это такой жизнерадостный человек, буду так говорить. Парень. Очень-очень хороший, и я думаю, мы ищем как раз ему, да, хозяина. Да, да. Очень хочется найти хозяина, чтобы он жил в квартирных условиях, потому что он очень умён, я думаю, он сразу сообразит, как себя там вести. И это будет большой плюс к восстановлению его здоровья, потому что всё-таки в вольере ему тяжеловато, в том плане, что рана заживает очень медленно. Кроме того, у него ещё повреждён один глаз, теряет зрение, нуждается в лечении, пока вот лечимся. И я думаю, что если он будет жить в квартире с любящим хозяином, то он выстроит здесь все равно быстрее. Как раз Татьяна за эфиром нам сказала, что дружок у нас первый раз в помещении, но ведёт себя очень-очень достойно. Посмотрите, смирно сидит, вот такая вот любовь у них и привязка. Что ж, Ольга, расскажите немножечко о своей любимице, как она появилась в вашей семье, не страшно ли было взять собаку из приюта? Ну да, Альфа у меня была породистая собака, достаточно такая умная, она была, ну, списанная из кинологической школы. Ну, умерла. И я, в общем, достаточно долго выбирала себе собаку, несколько раз приезжала в приют, выбрала Альфу по красоте. Вот она похожа на лисичку, она мне очень понравилась. Но Альфа-то продемонстрировала качество ещё и другие. Она очень умна оказалась и быстро приспособилась к жизни в многоквартирном доме. И причём она мне стала очень хорошим компаньоном в активных видах отдыха. Она со мной бегает на лыжах, также она как бы, ну, на велосипеде я увлекаюсь. И она бежит за вами и не убегает. Да, она очень хорошо ориентируется в лесу, никогда не теряется. И, в общем, она для меня компаньон номер один. Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, честно, потому что мне кажется, многие, да, думают, что вот хочу завести себе кошку-собаку, но вот из приюта брать боятся. Сейчас взрослая, уже понимаешь, что сложился характер. И многие считают, что это плохо, хотя на самом деле я думаю, что в этом есть какой-то плюс. Вот не отговаривали ли вас, не знаю, знакомые, родственники, друзья, то, что, ну, почему же ты можешь... У меня всегда были собаки, собственно, решение я принимала сама. Вот, мне говорят, главное, что мне хотелось, чтобы собака была вот, в принципе, такая, сообразительная. Вот Альфа, может быть, это особенности дворняка, она вот оказалась вот настолько умной, настолько быстро она адаптировалась. У нас, говорю, на квартирный дом, она не боится людей, она очень спокойная. Ну, вот золотая собака. Вот как по внешности золотая, так и по характеру. Да, действительно, похожа на лисичку, действительно, очень красивая, ну, и умная. А это... Я вот довольна тем, что я взяла собаку из приюта, вот Альфу, в общем. Ни в коем случае не пожалею. Не жалею, ни в коем случае не расстанусь с такой собакой. Поля у нас еще кошечку взяла. Да, и как же они дружат между собой? Ну, они вместе приехали из приюта, сразу подружились, и, собственно, дружат хорошо. Ну, как было сказано в сюжете, да, то, что действительно собаки и кошки в приюте, они особо не бронятся, потому что у них такие условия, да. Они понимают, что они должны быть добры, милы, и не отчаиваться ни в коем случае. Татьяна, скажите, пожалуйста, как давно, сутки, существует приют в хате? С чьей помощи вот началась такая деятельность? Ну, это был такой большой душевный порыв. Просто уже надоело смотреть на то, что творится на улицах наших городов. Официально мы зарегистрировались в феврале 2012 года, то есть проработали два с половиной года. Но деятельность по спасению и пристройству животных, конечно, начали значительно раньше. Просто она носила менее масштабный характер, не такой организованный. Вот за этот период сколько животных нашли свое счастье, дом, хозяина, любовь? Вот буквально на днях подсчитывали, 630 животных уже нашли. Слушайте, ну это действительно очень хороший такой результат, хорошая цифра, и я думаю, что только все впереди. Но понимаем, что приют сейчас переполнен, все равно. Сколько еще, если так вот подсчитать, не нашли своих хозяев? Ну сейчас порядка 90 животных в приюте ищут хозяев. Вообще мы, конечно, на такое количество не рассчитаны. Просто сейчас такая ситуация, что мы просто, можно сказать, работаем на пределе своих возможностей. По территории приюта, по площади мы рассчитаны на 60 собак и 20 кошек. Это при условии, что будут дополнительные вольеры, пока мы еще не обустроились окончательно. Не все вольеры у нас построены. Очень нужна помощь строительных организаций. Если мы доведем дело до конца, так как мы задумали, то, конечно, мы сможем вместить большее количество. Сейчас мы переполнены, мягко говоря. Ну, хорошо, немножечко давайте о помощи поговорим. Этого не надо стесняться, это надо действительно просить и понимать, что это необходимо. Вы сказали, да, строительные какие-то работы, то есть волонтеры необходимы. Что еще из помощи нужно? Ну, существуют такие постоянные нужды приюта, как сухие корма и консервы. То есть это нужно каждый день. Наполнитель для кошачьих туалетов, сено, опилки. Все это то, что нужно каждый день и в больших количествах. Вот у нас бывают такие времена, что это есть. Бывает, что вот как сейчас затруднения. И еще нам нужны единомышленники, которые действительно хотят помочь приюту и вместе с нами, как говорится, плечом к плечу заниматься делом спасения. Потому что бывают такие ситуации, когда нужно куда-то съездить, помочь собаке в какой-то тяжелой ситуации. Нужно отвезти к ветеринару, нужны люди на машинах, нужны сварщики, электрики, в общем. То есть всем будете рады, если действительно с добрыми намерениями придут к вам помогать. Да, да, да. Очень нужны мужчины. Сейчас вот перед приютом огромная куча дров, которые нужно наколоть. Лично я видела своими глазами, да, действительно. Да, нужно подготовиться к зиме. Ситуация тяжелая сейчас с будками. Нужно покупать новые и нужно утеплять те, которые у нас немного поистрепались за лето. То есть вот такие вот у нас нужны. Я предлагаю посмотреть небольшой опрос, как же жители нашего города относятся к бездомным животным. После этого вернемся в студию. Мне их очень жалко. Очень. Я жалостливый вообще сама по себе человек. То есть вот когда я была маленькая, для меня 1 сентября очень редко существовало. Потому что к 1 сентября у меня постоянно был лишай. Да, потому что у меня все маленькие котята были за пазухой. То есть, ну, само собой, я их сейчас очень люблю. И там, если я вижу, что котенку плохо, то, конечно, я его покормлю. Ну, очень жалко. Я помогаю и я против того, что там их отлавливают куда-то. Я за то, чтобы им помогать. И чтобы люди относились к ним по-любски, скажем, как братьям нашим меньшим. А я всегда подбираю. Я не боюсь и, честно сказать, я не видел их, не встречаю. Ну, мы взяли одну собаку домой, на улице нашли. Вот. И жалко их, конечно, что ей помогать надо. Подкармливаете? Да. Мое мнение, что бездомных животных не должно быть. С этим нужно бороться. Ну, и, конечно, вызывает опасность. Особенно, если это бешеные собаки. С этим нужно бороться. Ну, это должно уже государство нас заботиться. Ну, и мы должны в то же время не допускать таких случаев, то, что животных выбрасывать. Я животных безумно люблю, особенно собак. То есть, если мне на глаза попадается, ну, собака, которая, например, ну, не может ходить, ну, то есть, ковыляет, я даже захожу в магазин, пытаюсь, ну, даже не пытаюсь, а покупаю что-нибудь там, сосисочки или чуть-чуть колбаски. У нас немножечко бастует альфа, устала собачка. Оль, хочу вопрос такой адресовать к вам. Ну, я не знаю, да, многие действительно боятся брать животных, как я уже говорила, взрослых. То, что два года, да даже полгода многие считают, что это слишком поздно уже для того, чтобы животное пришло к тебе домой. Вот вас это не смущало? Я, наоборот, хотела взрослого животного, потому что совершенно нет времени растить щенка, его надо дрессировать. Ну, а потом вот альфа оправдала мои надежды, она очень быстро приспосабилась к новым условиям. Ну, она просто умна сама по себе, и, в принципе, она очень комфортна для меня. То есть, этого бояться не надо? Нет. У меня есть звонок? У меня вторая взрослая собака. У нас есть звонок, давайте узнаем нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир Михайлович у меня. Владимир Михайлович, очень приятно. Скажите, пожалуйста. Вот где находится приют хати? Спасибо, Владимир Михайлович, за звонок. К сожалению, мы не можем сказать, потому что очень много подбрасывают, подкидывают животных, поэтому вот только лишь в этих целях адрес. Но мы можем сказать телефончик. Я думаю, мы телефонами обменяемся вне эфира обязательно. А я думаю, то, что вы видите, у нас висит сайт приюта хати и группа ВКонтакте, поэтому, если вам доступна глобальная сеть, я думаю, то, что вы сможете найти, обменяться какими-то вопросами, координатами, именно непосредственно через интернет. Ну и, конечно же, телефон мы вам обязательно дадим после эфира. Хорошо? Да. Хотя, кстати, я думаю, можно его назвать сейчас, чтобы... Можно, да, да. 972-13-13. Пожалуйста, звоните, расскажите, что вы хотели, расскажем, как до нас добраться, в зависимости от того, что вам нужно. Еще раз, 972-13-13. Я думаю, с вопросами, с какой-то информацией в приюта хати можно позвонить. Конечно, конечно. Каждый день с 10 до 18 часов наш телефон к вашим услугам. Вот Ольга сказала то, что действительно взрослая собака... Меньше проблем. Да меньше проблем. Они нашли друг друга, они любят друг друга. Мне кажется, они даже чем-то похожи. Это действительно вот самые, наверное, лучшие критерии при выборе животного. У нас есть звонок, и следующий вопрос обязательно адресую вам. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ваня Димановна. Я по поводу вот бездомные собаки, да? Да. Вот. Я недавно гуляла с внуком трехлетним. И на моих глазах я увидела, как погибали собаки, которых отравили. Они были дворовые. Мы все кормили, любили. Вы даже не представляете такого ужаса, я в своей жизни не видела. Их трясло. Они бились в истерике. Они кричали, просили о помощи. Это ужас. Я внука уже гораздо бы как могла, чтобы он не видел. Дети смотрели на все это. Я хочу узнать просто, есть ли какие-то службы, которые, ну, правда, не мешают, отравливали бы их, может быть, не знаю, пристраивали бы их куда-то, может, какой-то укол, чтобы не мучились так животные. Так вот, их уничтожили наши дворовые собаки, а теперь у нас такие страшные монстры откуда-то тут появились. Что страшно? Так вот, я просто хочу сказать, видимо, все-таки служба наша как-то не действует. Надо вот тут как-то решать этот вопрос. Спасибо большое. Да, действительно, вопрос о бездомных животных, он очень-очень сложный. Кто-то за то, чтобы, конечно, их отлавливали, но поражаюсь просто жестокостью, наверное, человека. Не знаю, как так вообще возможно поступить живым существом. У меня, честно, слезы на глаза наворачиваются. Я думаю, то, что большое спасибо тем людям, которые вот как-то пытаются изменить эту ситуацию, делают приюты для домашних животных, для бездомных животных. И вот как относитесь вы к этой проблеме, которую нам рассказал телевизоритель? К сожалению, это явление приобрело в нашем городе в последнее время уже на протяжении нескольких лет достаточно массовый характер. Звонков очень много по поводу отравлений. Вот Оля, может, даже на своем примере, ее собака погибла именно от отравлений. Ее домашнее просто понюхало что-то на улице. И несмотря на то, что усилия принимались сразу же, побежали в ветклинику и все, сделать ничего не смогли. И поэтому вся наша деятельность, деятельность нашего приюта, она направлена именно на то, чтобы забрать максимальное количество животных с улицы нашего города. Но для этого наших усилий недостаточно. Люди должны быть сами по себе более ответственными. В том плане, что если в вашем дворе живет собака, и она добрая, она не причиняет никому никакого вреда, хотя бы простерилизовать, чтобы она не приносила потомство, и пристраивать по приютам. Звоните на наши телефоны. Будем помогать. 972-13-13. У нас, к сожалению, остается очень мало времени до эфира, до конца эфира. Я думаю, на эту тему, можно говорить, действительно бесконечно. Она острая, она живет. И дай бог, что когда-нибудь она искоренится действительно, и люди не будут такими жестокими. И вот пример, конечно же, очаровательная Альфа, которая нашла свой дом, нашла своего хозяина и живет счастливо. Дай бог ей здоровья, что же говорить. Что ж, универсальный формат подходит к концу. Спасибо вам, что были с нами. Я думаю, немножечко вы задумались о проблеме бездомных животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова